Здравствуйте! Вот есть такие боевые корабли, называют их авианосцы. Это самые большие боевые корабли, которые стоят на вооружении флотов. Вот, авианосцы. Они несут самолеты, с их палубы взлетают и сприземляются на нее самолеты. Вообще самолетов на одном авианосце не очень много, ну, порядка сотни. Вот так вот, порядок. Понимаете сами, что 100 самолетов, которые каждый там тонн 30, ну, 40 весят. Ну, сколько они 100 самолетов могут весить, да? Несколько тысяч тонн. А этот авианосец, огромное сооружение, которое несет там десятки тысяч тонн водоизмещения. А все потому, что нужна большая полетная палуба. Вот посмотрите на эту полетную палубу повнимательнее. Там есть два объекта. Первый объект, он с циферки 1, обозначен. Это аэрофинишер, да, или аэрофинишер. Короче говоря, за эти тросы, натянутые поперек посадочной площадки, цепляется самолет, чтобы затормосить. И самое интересное, это паровые катапульты. Видите, вот их там 4 штуки на этом авианосце. Это такой длинный-длинный цилиндр, длинный-длинный цилиндр, в котором происходит, значит, под действием давления ускорение поршня. И этот поршень мечет самолет с корабля. Вот эта вот катапульта паровая времен Второй мировой войны, и с нее, значит, немцы запускали свою ракету крылатую, которая называлась, так сказать, Фау-1. В эту катапульту пар подавался вот такого вот импровизированного устройства, не от парового котла, а это, значит, происходил процесс разложения перекиси водорода, и вот этот вот пар, образовавшийся при разложении перекиси водорода, вот выбрасывал с этой катапульты вот этот вот реактивный снаряд. Ну, а на настоящем-то авианосце тут паровая машина. Огромный длинный цилиндр десятки метров, сечение цилиндра примерно полметра, давление несколько десятков атмосфер. И вот эти два цилиндра, параллельно соединенные в них, в этих цилиндрах по бокам специальная щель. Вот сейчас я вам покажу покрупнее этот цилиндр. Вот он, да? Вот в нем специальная щель, да, которая соединяет между собой два поршня в цилиндрах. Щель такая сделана, чтобы она все время замыкалась, да, вот он проходит вот этот вот соединительный элемент, да, и она снова замыкает. Вот какая высокая разработка. И толкается самолет. Но он должен быть длинной катапульты, чтобы от перегрузки не повредить ни сам самолет, ни, так сказать, пилота. Там же пилот, это же пилотируемая машина. Ее надо аккуратно разгонять. Вот так вот. И в конце, видите, вот у поршня на конце такой выступ, да, он тормозится, утыкается в тормоз, да, вот он тормозит его. А пар подается от парового котла. Уникальная вещь. Отдельный вопрос – это приземление на самолет. Самолет должны поймать какими-то, так сказать, сетями. Вот так вот. Так вот, я вам расскажу следующую историю. Дело было, наверное, уже в 80-е годы 20-го века. У нас в Советском Союзе вышел на экраны очень популярный такой фильм. Назывался он «Бонзай» с восклицательным знаком французской комедии. Комик французский, так сказать, колюша. Он, кстати, каких-то недотеп играл. Инспектор Розини. А тут он был не инспектор, тут он был страховой агент. И вот он в всякие глупые ситуации попадал. В финале этого фильма ситуация стала совсем глупой. В систему снабжения воздухом самолета попали какие-то наркотические вещества. Пилот-японец вообразил себя пилотом камикадзе. Стал сбрасывать чемоданы. Очень удачно, кстати, в одном из чемоданов была бомба, на самом деле. Так что иначе бы все взорвались. И решил произвести посадку на авианосице. Вот такое вот самолетище. Сел на авианосице. Это вот кадр из того фильма, вернее, рекламный. Так сказать, это сам сюжет. Но видит, какой ужас. А авианосице, конечно, утонул. Так вот, на самом деле, оказывается, были в Америке секретные опыты о посадке грузового самолета, вот такого, почти такого же размера, как тот пассажирский Боинг, на палубу самолета, на палубу авианосца. И их несколько раз успешно провели. Представляете? Кстати говоря, размах крыльев позволяет ему все-таки сесть на авианосец и доставить, скажем, продукт снабжения. Вот такие вот опыты в 60-х годах проводились на американских авианосцах. Но потом решили, что слишком рискованно и развивать это снабжение не стали. Желаю вам удачи, всех вам благ, до свидания.